ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ожидаемый годовой уровень инфляции продолжал расти во втором квартале и достиг максимального показателя за более чем два года. В пять часов будут представлены данные индекса приезжающих индикаторов в Японии за июнь. В мае индекс восстановился после достижения полугодового минимума в апреле. В шесть часов выйдут данные об объёмах промышленного производства в Германии за июнь. В мае эти данные превысили ожидания, так как был зафиксирован максимальный рост объёма производства за последние четыре месяца, поскольку увеличились объёмы производства капитальных и потребительских товаров. Данные о резервах Национального банка Швейцарии в иностранной валюте за июль выйдут в семь часов. Объёмы резервов сокращались на протяжении последних двух месяцев, после того, как в апреле они достигли рекордного максимума. В 7.15 будут представлены данные индекса потребительских цен в Швейцарии за июль. В июне годовой уровень инфляции сократился на 0,3% из-за снижения цен на продовольственные товары. В 7.30 выйдут данные индекса цен на рынки недвижимости Англии за июль от Халифакс. В мае стоимость недвижимости снизилась. В целом, результаты этого индекса были посредственными на протяжении последних шести месяцев, поскольку доходы домохозяйств не соответствуют растущим потребительским ценам. Далее в 7 вечера выйдут данные об объёмах потребительского кредитования в США за июнь. В мае объёмы кредитования значительно увеличились, в первую очередь из-за увеличения долгов по кредитным картам. В 11.50 будут представлены данные об объёмах банковского кредитования в Японии за июль. В июне рост объёмов кредитования был максимальным за последние 8 лет. Данные индекса деловой уверенности за июль от Национального банка Австралии выйдут в час 30. В июне индекс немного повысился, и он всё ещё превышает средний долгосрочный показатель. А им с вами была Селест Скейнер. Вы смотрели экономический календарь на понедельник. В следующем выпуске мы расскажем вам о ключевых событиях вторника. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»